В нашем агентстве у меня, в частности, есть экспертный клуб, в который входит довольно много выдающихся ученых мирового уровня и даже просто выдающихся инженеров. У нас есть достаточно активная позиция нашего клуба. В частности, у нас создан сейчас общественный экспертный научный совет по выходу из мусорного кризиса, который сейчас устроили буквально в России последние годы. Но жалко, что нет студентов, потому что я продумывал выступления в отношении студентов, у которых, конечно, очень сложная судьба, потому что они готовят свое будущее как работники государства, обслуживающие интересы правящего слоя, в государстве, на сегодняшний день являющимся соевым придатком мировой экономики, с ярко выраженным криминальным капитализмом периферийного типа, так сказать. И поэтому, конечно, они оказываются в очень сложной жизненной ситуации, постоянных моральных выборов, касающихся и науки, и экологии, и чего угодно, и так далее. Я сразу, чтобы, учитывая, что времени очень немного, я хочу сразу сказать тезисы, которые я хотел бы обосновать в своем выступлении. То есть я свое выступление изначально назвал вот так. Почему современной России не нужны, не только России, но не нужны прорывные технологии. И вот хотел предложить вашему вниманию пять очевидных таких, их можно и больше предлагать, но вот обсудить вот эту тему. Почему не нужны прорывные технологии. Несмотря на то, что нам постоянно заявляют все, включая ДАВОЗ, что мы живем в очередном этапе научно-технической революции, кто ее называет там революция 4.0, кто шестым технологическим укладом, как Глазев, по-разному называют, что якобы что-то происходит. Основой, ядром этой технологии, постоянно состав технологий, которые обсуждаются, меняется. Там фигурируют нанотехнологии, биотехнологии, всевозможные их сочетания. И ядром является электронная технология в каком-то удивительном терминологическом оформлении цифровизации. Такой бессмысленный идиотский термин. Многие специалисты, например, Динадий Малинецкий считает, что цифровизация – это отложенная кибернетическая эволюция из 60-х годов. И для этого есть много оснований. То есть, как только мы говорим, отложенная эволюция, значит, что-то помешало ее реализации. И вот что мешает этой реализации, нужно обсуждать. Мой тезис заключается в том, что решающими на сегодняшний день являются не физические, биологические или какие-то другие технологии, а являются социально-экономические технологии, которые могут снять барьеры внедрения прорывных технологий. Барьеры внедрения технологий. Они на сегодняшний день по разным причинам достигли непоедолимой силы. То есть все прорывные технологии, которые сфигурируют в СМИ под разными именами, как закрывающие технологии. Это, например, термин rent corporation 90-х годов, закрывающие технологии. Что они закрывают? Они закрывают отрасли. Они меняют структуру экономики. Простой пример. После 90-х годов, когда потоком невостребованные в СССР технологии хлынули бесплатно, можно сказать, на Запад, вот один из разделов таких технологий, каким-то образом пропущенных, например, в Штатах, это были струйные технологии, работающие с двухфазными средами. Это всякие теплообменники, насосы струйные. Это похожие, в общем, типа инжектора различные. И вот за это время было разработано огромное количество этих устройств. И крупная инжиниринговая фирма, автором этих технологий, сделал очень красивый бизнес-план для энергетической комиссии Конгресса США. Предполагалось, вот представим, что все теплообменники на электростанциях, там везде существующие, все заменены на струйные. То есть классический теплообменник – это гигантская конструкция в несколько этажей. Потом их сменили пластинчатые теплообменники шведского Альфа-Лаваля. Они поменьше, тоже от огромной расход нержавейки. Есть всевозможные струйные насосы, есть утилизаторы пара на тепловых электростанциях. То есть огромное количество применений. И гигантские устройства заменяются на маленькие сопла, специально подобранные, рассчитанные или подогнанные сопла, которые выполняют ту же самую функцию. Но вот видите, устройства нет. Вот такая просто видоизмененная форма трубы, скажем так. Когда они это посчитали, то оказалось, что в первый же год в общем американском масштабе замена всех этих видов устройств на струйные аналоги дает экономию в полтора триллиона долларов. А косвенный ущерб, связанный с внедрением этих технологий, оценивался в 4,5 триллиона. То есть они шли о сокращениях целых городов, отраслей, заводов и так далее. То есть понятность колоссальных социальных, косвенных и так далее издержек. И таких примеров можно приводить множество. То есть буквально на днях в последнем номере журнала «Эксперт» вышла очередная уже, по-моему, вторая или третья статья о нашем талантливом каком-то гениальном инженее. Он двигательщик, живет в Тольятти, он не изобретал что-то прорывного, чего-то вот такого совершенно нового. Это просто доведенный до ума двигатель внутреннего сгорания. Там у него нет никаких специальных названий. В нем просто устранены родовые дефекты двигателя внутреннего сгорания. У него нет практически выхлопов, недогоревшего топлива. У него нет почти грязного выхлопа. В общем, в результате там все оптимизировано очень хорошо. Патент есть и американский, и японский, и российский. Он не хочет уезжать, не хочет продаваться. Он патриот. Он ждет, когда на него обратится внимание родина. Ну вот он ждет, родина внимания упорно не обращает. Американцы, японцы в очередь стоят. То есть, грубо говоря, 300-сильный двигатель там сфотографирован, все комиссии прошли, подтвердили все параметры. То есть вопрос теперь пуска в серию, по сути дела. Никому не нужно, ни военным, ни гражданским. Такая вещь. Ну, понятно, что 300-сильный джип расходует 3 литра. Да еще он сжигает настолько качественно, там впрыск воды, пониженная температура, отислов азота нет, поэтому катализатор не нужен, потанен, разорен, ну и так далее. То есть причины сопротивления, понятно, раз сбыт бензина упал в два раза в стране, да, ну, причины торможения понятны. В сырьевом предательстве они достаточно очевидны. Вот, ну, значит, если говорить, как бы, вот, вернуться к проблеме научных и порывных технологий, то есть, ну, есть такая шутка, вы знаете, вот, если начинать с простого, там, допустим, что же тормозит научно-технический прогресс, что препятствует? Ну, психологические факторы, психологические факторы, простые психологические факторы. Как, есть такая шутка, кого, кого били за столом лбом ложкой по лбу, да, наказывали, тот у нас айтроград, и тот думает по-старому, значит, кого били, дому давали подзатыльника, тот у нас прогрессист и, значит, устремлен в будущее. Вот такой наиболее яркий пример такого индивидуального подхода. Я наткнулся тут неожиданно на воспоминания Сергея Петровича Пакапицы о том, как он писал свою известную книжку «Жизнь в науке», где собрал вместе с комментариями предисловия ко всем великим работам ученых, там, Ньютона, Кеплера, Гука, там, еще все, Луазье и так далее. И считал, что эти предисловия излагают, значит, раскрывают мотивы этих великих ученых, для чего они, собственно, трудились и для чего они, на что они тратили жизнь. И когда он стал делать статью вот с предисловием книги Роберта Гука, современника Ньютона, его конкуренты, он не смог найти его портреты, он обратился в королевское научное общество, говорит, может быть, у вас там что-нибудь есть, странная вещь, как такой великий человек, нету. Выяснилось, после его смерти Ньютон приказал сжечь все его изображения, все его портреты, просто вот ненавидел. И более того, там Капицы пишут, что Ньютон настолько вокруг себя зачистил научное пространство, что фактически весь остаток XVIII века в Англии был научный провал. То есть он считал, что он науку завершил, божий промысел он понял, и после него делать нечего. Ну, вот есть такие моменты. Я хотел бы сейчас изложить историю. Бойба приобретает, значит, есть иерархия вот этих барьеров. Первый барьер внутренаучный, я просто сказал там психологично, внутренаучный. На эту тему написано огромное количество социологических работ и философских работ по философии и науке. Самая знаменитая книжка, наверное, бестселлер 1962 года – это «Структура научных революций» Куна, где вводится вот этот впервые общенаучный термин «парадигма», как некая совокупность знаний каких-то науков. На самом деле, что стало понятным, что за этим красивым словом «парадигма» на самом деле скрывается не просто какая-то система, устоявшаяся система взглядов. За этим скрывается такая вполне конкретная социологическая, социальная реальность. То есть, по сути дела, что такое парадигма? Парадигма отражает уже некую бюрократизацию науки, структурирование, иерархизацию науки. И, по сути дела, Кун показывает, как это происходит на премии физической эволюции рубежа XIX-XX веков. То есть, структурирование этой науки во многом происходит по принципу, как у Шварца в комедии «Дракон» написано. Победитель дракона сам становится драконом. То есть, не спевает новатор, классик, стать победителем, стать нобелевским лауреатом и всемирной звездой, как он превращается в дракона. Он превращается в академика, который начинает во все стороны ставить клеймо лженауки. Самый простой, я такие примеры вам приведу. Это внутренаучные. То есть, на сегодняшний день у нас действительно в России в связи с этим огромная проблема, связанная с тем, что в Академии наук постоянно дипертрофируется роль комиссии по лженауке. То есть, она сегодня непонятное занятие. На сегодняшний день она претендует на такое сочетание цензуры и АБХС в советском стиле. То есть, мы стоим на страже научного бюджета, чтобы никто из лжеученых, включая некоторых членов президиума Академии наук, впавших в ересь, не проскочил и не откусил от нашего пирога истинной науки. Ну, в общем, протекает это очень сложно. Дальше возникают другие проблемы. Дальше мы уходим в фундаментальные вещи. То есть, многие наверняка знают классическую книгу, такую культовую книгу для социологов и экономистов, Карла Полони, его даже трудно понять, кто он больше, социолог или экономист. В 1944 году написана его знаменитая книга «Великая трансформация», где он описывает очень важный барьер. Барьер в отношении любых инноваций, изобретений и так далее. Он пишет о другом, он пишет о рынке труда, об истории рынка труда, о разрушительных последствиях, научно-технического прогресса для традиционной культуры. И, по сути дела, он определяет капитализм как некую политическую конструкцию, некую политическую систему, задача которой – преодоление сопротивления традиционного общества научно-техническому прогрессу. Все со школы старшее поколение помнят термин «лудиты». То есть этих лудитов мы видим тогда, мы их видим сегодня. Мы можем привести такие очевидные примеры. Например, лудиты разрушали, потому что оставались без куска хлеба. Полони пишет, что миф о свободном рынке был реализован в экспериментальном плане, так сказать, единственный раз, это было 30 лет в Англии, он просто уничтожил общество. После этого все обожглись и поняли, что без контроля рынок и жадность капиталистов пускать на свободу нельзя. И возникло… И, по сути дела, можно сказать, что все рабочие движения, и марксистское движение, значит, все родилось как реакция на этот прогресс, на этот прогрессизм, вот. И общество тормозило. И Полу не делает вывод, что, по сути дела, значит, единственная важная вещь – это скорость изменений. Скорость изменений. То есть капитализм преодолевал это сопротивление, вел к какому-то прогрессу, вел, 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 и вот довел до какого-то ситуации и уперся в определенные уже технологии, которые он хаотичным способом внедрит несостояние, они слишком разрушительны для общества. И именно в связи с этим связаны дискуссии, запущенные как раз вот на последнем Давосе, во всем мире начали активно обсуждаться проблемы введения минимального гарантированного дохода. Это концепция, родившаяся еще в конце XVIII века, значит, в данном случае, как она мыслится авторами этой минимального гарантированного дохода. Если мы внедряем технологию, например, банально автоматизируем производство или какую-то услугу, у нас образуется огромное количество безработных. Мы не хотим больше ломать голову, мы уже придумывали бесконечные ненужные потребности, мы уже, так сказать, и чесание пяток придумали, значит, и рыбки их обкусывают, и пилинг, и уже не знаешь, что придумать, да, вот это в сферу услуг. Сферу услуг уже не перерабатывает. То есть я напомню, что Советский Союз закончил свое существование со структурой занятости 80% в промышленности, удерживаемых активнейшим образом в промышленности за счет скрытой колоссальной безработицы, создания ненужных принципиально рабочих мест, то есть дисбалансы нарастали, и 20% сферы обслуживания и государственной сферы. Значит, Запад в этот момент имел структуру симметричную, 80% в сфере услуг, 20%, и с конца XX века в рамках вот этих дискуссий с послеиндустриального перехода все время звучит цифра, значит, что 20% теперь закрывают и сферу услуг, и закрывают, значит, и промышленность, что делать 80%? Вот последняя книга Круглана так и называется, что делать 99%? Что делать 99%? Вот Советский Союз, мы много раз, Лена Николаевна, это обсуждали, имел удивительный такой исторический шанс на рубеже вот где-то 50-60-х годов реализовать, собственно, коммунистический ответ на постиндустриальный вызов, то есть тогда была политическая возможность для реализации этого ответа, то есть было понятно, как это было сформулировано в третьей программе партии в 61-м году, новой программе КПСС, как это было сформулировано в материалах 22-го съезда, понятно, значит, чем должен был заниматься человек вот в выходной день, да, или там после работы, то есть там было заявлено стирание грани между умственным физическим трудом, между сельским селом и городом, сокращение рабочего дня, то есть все задачи, все было произнесено. Сейчас-то все происходит, но все это происходит в людоедском стиле, например, японцы пишут официально там, например, 60% населения работают на сегодняшний день не по какому там пожизненному контракту, они работают по временным контрактам, то есть по сравнению с постоянным работником они получают 60% зарплаты за ту же самую работу, не имея прав ни на социалку, ни на отпуск, то же самое происходит у нас, там, в каких-то передовых отраслях, в атомной промышленности, да, то есть там все работают по срочным контрактам, за исключением там узкой группы там оперативного персонала и руководителей, все работают по... Сейчас мне сказали новость, там даже собираются соизать выплаты за радиационные вот эти дозы, отменять вот этот ускоренный выход на пенсию, то есть такие уже вот. То есть капитализм работает как бы в стандартном режиме, но ничего тут как бы оригинального, интересного нет. Вот, значит, когда этот вызов, а что предполагал этот вызов? То есть если мы уже были, вот отец Елены Николаевны был одним из пионеров в Советском Союзе, внедрение автоматизированных линий производства и так далее. Представьте, значит, у нас уже были в начале 60-х годов безлюдные технологии, безлюдные цеха. Но что происходило? Этих директоров, которые решались на такие вещи радикальные, их тут же обязали создать при своем заводе бессмысленное, обсталое производство, обеспечить любую занятость ручного труда. И таким образом вот этот догмат обязательной гарантированной занятости, который прикрывал вот эту большую нарастающую скрытую безработицу, он, собственно, нарастал, нарастал, нарастал. Значит, в условиях вот этих диспропорций иногда это достигало анекдотичной формы. Вот именно не ответив на этот постиндустриальный вызов, не реализовав вот эту, можно сказать, тибернетическую эволюцию, которая в тот момент осознавалась очень четко, ее потребность, да, тибернетическими экономистами и так далее, собственно, Советский Союз начал катиться в пропасть. И дальше, по сути дела, вывод большинства политологов, историков делают такой. Тайну, конечно, до конца мы узнаем, наверное, спустя, не знаю, 50, может быть, 100 лет, как сдавался, демонтировался Советский Союз. Но, в общем, мы знаем, что определенные группы элит, они пришли к выводу. И такую позицию, похоже, у нас занимается, например, наш президент, для которого принципиально невозможен возврат никакому там коммунизму и социализму, потому что он считает, что это не жизнеспособная экономика. То есть главный вопрос, вот если это была не жизнеспособная экономика, это был имманентный, как бы вот такой тупиковый путь, ну, как бы, ну что тут сделаешь? Значит, мы вынуждены барахтаться вот в том, в том, как бы, болоте, где мы оказались. Вот убедив себя в том, что они не справились с этой формой управления, она была, вот действительно, эта сложнейшая задача, которая сейчас-то до конца во многих компонентах не ясна, они приняли решение, что нужно демонтировать Советский Союз и дальше пошли по плану. Я могу показать вам пример, например, как это делалось. Вот у Сергея Курдиняна, у него есть большой цикл публикаций, касающийся, значит, группы, которую возглавлял Андропов, и для многих инцидентов, вот наши там 60-70-х поголения, конечно, является откровением факт, что великий культовый Михаил Бахтин был сотрудником КГБ и возглавлял у Андропова специальный отдел. Отдел с меховой культурой, вот под которой была создана такая теория, это культовая книжка про Рабле, написанная. Многие факты, которые там есть в этой книге, их просто невозможно оказалось подтвердить, их нету в истории культуры, не обнаружились они. И вот это простые какие-то факты, что большая часть вот этих анекдотов антикс-советских разрабатывались, не разрабатывались ни американской, ни западными спецслужбами, а КГБ. Это, конечно, вызывает шок. Я вам покажу пример, который, собственно, показывает, что мы живем в стране нежизнеспособной экономики, и мы постоянно, практически периодически, регулярно получали такое внушение. И мы, собственно, этим... Я вот хочу спросить, если кто-нибудь помнит или знает, кто может назвать самая могущественная СМИ 60-х, 70-х годов? Просто могучная полуохвата аудитории. Его все знают. Старшее поколение его все любили, его тысяча раз. Нет, не ТАСС. А в Великобритании? Нет. Среди советских, среди советских. Да, потом у нас АИФ даже в 30 миллионов. И было... Да, да, да. Да, да, да. Самый большой. Так вот, было СМИ, которое превосходило всех. Всех. Вот, прошу прощения, можно мне там показать? Я хотел видео там пустить. А, вот папка тут есть, да. Сейчас, сейчас. Я хотел пустить видео. Я сейчас сразу напомню, что вот, вот смотрите, я вам сейчас напомню, вы сразу его узнаете, это видео. Вот, я его запускаю. Там видео-то есть проигрыватель у нас или нет? А есть. 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 Я надеюсь, что-то он говорит. Продолжить. Вот он. Всесоюзный сатирический киножурнал «Фитиль». Созданный решением Президиума ЦК КПСС. Так, когда она заживалась недолго, Политбюро ЦК КПСС, в 62-м году, вот, после полета Гагарина. Так, звук, что-то у меня слабенький. Ну, это вот максимум, к сожалению. Сейчас посмотрю, что здесь на компьютере. А, здесь тоже максимум. Значит, вот этот киножурнал показывался перед большинством киносеансов, он ежемесячный был. Значит, Сергей Михалков был его бессменным руководителем до конца Советского Союза, художественным руководителем. Всего выпущено около 500 выпусков «Фитиля». То есть структура «Фитиля» была такова, отработанная. Он состоял, очень быстро устоялась его формальная структура. Он состоял из двух игровых, сатирических каких-то сценок, в которых снимались обычно знаменитые актеры первого плана. Там все знаменитости там снимались. Это первый план. Одного мультика, который использовал каких-то популярных персонажей, ну погоди, персонажей, ну погоди, или какого-то другого мультфильма, где опять же разыгрывалось, только они оказывались в какой-то сатирической ситуации. Там взяточничество, там прогулы, работы, там разные. И вот самое загадочное, самое загадочное, вот видите мультик здесь, ну погоди. Значит, и вот я вам покажу здесь, просто пролистаю. Вот это сюжет, это самые интересные сюжеты, журналистские расследования «Фитиля». «Фитиль» по контент-анализу просто показывает, что они имели возможность ногой открывать дверь буквально в любой кабинет Госплана, там в любое министерство, за исключением военных, там атомной энергетики и хай-тека, что тоже военные тогда, да? Легкая обрабатывающая промежутка, даже «Газпром», «Стройка» и так далее. То есть что мы здесь видим, вот на тему барьеров научно-технического прогресса? Вот представьте, говорит, и то же мы видим сегодня, я хочу сказать, в пародийной форме. Вот этот сюжет касается проданного сегодня китайцем гигантского дерево-рабатывающего комбинации Иркутской области на реке Чуна. Вот, в этом сюжете рассказывается, что вот эти леспромхозы построены были для обслуживания, для снабжения лесом гигантского дерево-рабатывающего комбината, который 10 лет так и не был построен, он превратился в долгострой. Вот это все рубится, то есть вокруг пустыня, река, представляете, такой вот горный хай-бет леса, значит, он гниет, а лес продолжают рубить, деньги продолжают плодить, хотя завода нет. И вот таких сюжетов не с числа. То есть при этом я, вот удивительно, я спрашивал у многих людей, помнит ли кто-нибудь хоть один сюжет «Фитиля». Я по прикидкам, в общем, все ходили же в кино, не было ни интернета, не было ни видеомагнитофонов, то есть все ходили в кино. Как только объявляли «Фитиль», а не скучные вот эти там новости, там международную пинораму или что-то такое, все бежали, все бежали, потому что детям был мультик, ждали мультика взрослым посмеяться. Но удивительно, то есть казалось бы, нормальные люди, коммунисты, должны выйти в шоке, бледные, потные, сказали, как дальше жить? И такие сюжеты все время нарастали. Более того, «Фитиль» постоянно возвращался к этим сюжетам. И показывал, и ничего, то есть, например, я просто перечислю с короговоркой, например, там, сюжет, это уже 60-е годы, например, там, за пять лет, там, орденоносные гигантские заводы, уралмашевские, там, волгоградские, там, детали для сельскохозяйственной техники, за пять лет выпустили 100% брака. То есть им нечем, то есть просто буквально сельскому хозяйству нечем ремонтировать сельскохозяйственную технику, поэтому ремонтные заводы организуют специальные цеха по ремонту новых запчастей. Это сообщается на всю страну. Там, например, ну и вот инструменты, невозможно работать, это не такое. Сюжет Таллинн, малое рыболовство, ловят рыбу, госприемка мощностей, мощностей не имеет. Их просто вот ловят, взвешивают и выбрасывают за борт. Или они просто гниют на берегу. План все время Москва увеличивает. Ну и апофеозом, вот почему я запомнил, то есть их воспринимали как норму. Как норму. То есть вот, то есть был такой, и понятно, для чего руководство могло это показывать. Ну ладно, сначала, допустим, под влиянием энтузимазма, но проходит 5-10 лет, ничего не улучшается, но это постоянно продолжают показывать. Смысл показа очень четко выражает такой известный антисоветский анекдот. Мама, муха и мама, сын сидят на навозной куче, сын спрашивает, что это там зеленеется, овцы всходят, а что это там желтеется, цветочки, как там красиво, мама, почему мы туда не летим, потому что здесь наша родина. Вот всех убеждали, что вот это наша родина такая, да, но странным образом фитиль возвращается, да, фитиль возвращается к этим сюжетам, ничего не меняется, не летят головы, никого не расстреливают, как положено бы было. Значит, что происходит? Значит, и заканчивается, вот, например, у меня шок был от одного сюжета, значит, там показывали два завода, один из них находился в Калининградской области, другой в Пайморском крае. У каждого за забором находился деяобрабатывающий комбинат другого министерства, но брали они даже не у ближайшего собственного деяобрабатывающего комбината, а вот везли за 10 тысяч километров. За 10 тысяч километров, и вот, то есть, если кто-то помнит, для чего это делалось в Советском Союзе? Кто-то помнит, для чего это делалось в Советском Союзе? Вот, для чего нужно было везти искусственно, вот, там, за много-много тысяч километров? Это назывался феномен встречных перевозок. Таким образом, выполнялся бессмысленно, не учитывающий невозможности предприятия, бессмысленно растущий план. Вот, его нужно было выполнить. В финансовых показателях, значит, просто тупо, значит, для этого искусственно возгонялись любые составляющие. Можно было возгонять любые составляющие, кроме зарплаты. То есть, за что снимали руководителя? За перерасход фонда заработной платы, там, и так далее. Значит, поэтому искусственное увеличение транспортной составляющей называлось, вот, значит, встречными перевозками. Повторный сюжет, я случайно попадаю на какой-то сеанс, года через два возвращается к этому сюжету фитиль и делает обобщение. Фитиль никогда не раскрывал причин, он не анализировал, он не давал, он не ставил диагнозов, он просто показывал вот какой-то ужас и кошмар. И дальше, в конце этого сюжета, они показали, ничего не изменилось, и показывается такой вот сюжет. Карта Советского Союза, железнодорожная, и вот начинаются красные линии по этим линиям нарастать, и дальше идет такое обобщение просто. Более 50% мощностей железных дорог Советского Союза работают на обеспечении встречных перевозок. В энергетике естественно, таким же способом было искусственное увеличение энергетической составляющей. То есть, одной из стратегических ошибок вот конца 50-х годов при переходе от планирования на финансовые показатели, да, это вот реформа 58-го года, было, то есть, я хочу введу к тому, что мы сегодня являемся еще в большей серии пародийными, во многом пародий на социализм эпохи застоя. Вот он, застой в такой выродливой форме. То есть, вы знаете, мы закончили свое существование, имея 300 тысяч, то есть, дисбалансы были настолько страны, 300 тысяч объектов долгостроя с зарытыми триллионами рублей туда. Так вот, значит, конкретный пример. Я как-то получился, мне все время приходилось собирать. Почему мне бросалось это в глаза? В энергетике кому-то из гениальных наших экономистов в Госплане приходит идея, что раз у нас так вот все с планированием плохо, мы не успеваем ничего балансировать, давайте будем балансировать за счет датированного топлива, электроэнергии и металла. и в результате любая советская помойка это такой, знаете, такой склад. Склад. Там есть новые катушки, алюминиевые, стальной проволоки, прокат, каждая стройка, значит, осваивает, чтобы руководители не срезали лимиты на следующий год, он их закапывает в землю. Если провести раскопки, любя и стройки социализма, там можно найти будет нержавейку нетронутую, то есть, можно будет еще новый город построить. То есть, вот это как бы возникает такая ситуация. Энергетика. Значит, если у вас две копейки, две копейки киловатт, а ГЭС там вообще почти бесплатный, ну вот, вот мы получили самую расточительную в мире с энергетической точки зрения, значит, с позорным КПД производства электроэнергии, там говорят, вот у нас там правда есть ТЭЦ, код-генерации и так далее, и так далее, но ситуация была такова. Для выполнения плана неизрасходованную солярку сливали в лесу, значит, как увеличить расход электроэнергии, расход топлива? Ну, самый простой способ, например, в советское время мы получили огромное наследство, такой удивительный уродский феномен котельные без обратки. То есть, обычная котельная, когда она что-то отапливает дом, либо технологический процесс, она отдает энергию, там 10% возвращается, это ведь непростая, чаще всего, а химподготовленная, уже очищенная специальным образом вода, обессоленная, она возвращается назад в котел, подогревается и бегает по кругу. Так вот, этой обратной трубы нет, обратка. т.е. Ваша вода, она сливается в Москварику, в Неву. Какой стимул? Увеличение энергетической составляющей стоимости продукции. И таких примеров можно приводить бесконечное множество, потому что такая была экономика, барьер был заложен в самой системе. Вот, например, выдающийся советский сегодня современный изобретатель, президент нанотехнологического общества Израиля, профессор Сколтеха Фиговский. Такая известная очень фигура. В советское время молодой изобретатель Фиговский простраивался тем, он был одним из создателей до сих пор всем известного в любом хозяйственном магазине. Продается бустилата, клея бустилат. История его такова. В 60-е годы прогрессивный молодой замминистра образования узнает, что канцелярский клей не очень полезен для здоровья детей. И где-то весной, где-то к лету запрещает его применение на урок труда, на урок рисования и так далее. Учителя в шоке. Чем мы будем работать? Значит, строятся экстренные задачи, ставятся перед учеными, в этой группе молодой фиговский, и они находят какое-то безвредное базовое вещество, и разрабатывается вот этот беленький бустилат, который везде продается. Его на заводе выбирается директивно завод какой-то военный, значит, на нем говорят, вы будете этот бустилат производить, все, к сентябру проблема решена, дети уже пользуются бустилатом. Все прекрасно. Только завод проклинает Фиговского. Почему он проклинает Фиговского? Потому что цена бустилата в три раза ниже канцелярского клея, завод с первой категории переведен в третью, зарплаты снизились вдвое. В общем, удружил изобретатель. И так касалось всего. То есть мы опять возвращаемся к лудитам, переходим в наше время. Казалось бы, в результате реформ энергетики, чубайсовских реформ, РАОЕС, очень быстро стоимость электроэнергии была относительно поднята в 4,5 тысячи раз. Частный собственник, казалось бы, каким же образом может сохраниться котельные безобраты. Они должны сразу были исчезнуть как класс. Нет, начинаются 2000-е годы, я прихожу там, пивной завод Баваи принадлежит бельдейскому гигантскому концерну вульгарных вод, лимонадов и так далее. И мне показывают такую вот копеечную трубу стоимостью 2000 рублей, а вот ее нет. горячая вода продолжает литься в Неву. Дрожжевой завод там же в Петербурге. И опять загадка. Как вы думаете, почему спустя 15 лет постсоветских времен в условиях капитализма, частной собственности, когда хозяин считает свои деньги, а вода по-прежнему хлещет из котельной? это уже не вода, это уже по ценам зеленая, а не просто зеленая вода, она такая в доллары окрашенная. Потому что налоговая инспекция и региональная энергетическая комиссия стоят на страже интересов монополистов и бюджета. И если хозяин эту обратку пресловутую проведет, ему тут же меняют категорию потребления, и платить он будет еще больше за энергию и топливо, чем платил без обратки. И выскочить из этого дела он имел только тогда, когда заканчивается капитальный срок эксплуатации котла и так далее. Что мы имеем сегодня? Это не куриоз. Мы видим повсеместно, что сейчас происходит? Санкции, давление, значит, кому же сейчас в условиях санкций возможно угрозы сбыта, когда активная война, мы готовы продать газ японцам и ради этого отдать курилы, мы не знаем, что мы готовы отдать. Мы туда-сюда только бы взяли, но кольцо сжимается, начинают придумывать те же самые рюкачуна, то есть бессмысленные затраты. Это затратная экономика, только теперь, если нет возможности поступать за счет экспорта, возьмем за счет холопов, возьмем за счет населения, за счет собственного внутреннего бизнеса, малого, среднего и так далее. Это касается всего сельского хозяйства, можно проанализировать экспорт зерна хваленой, с айкордными урожаями прошлого, позапрошлого года, чем это все закончилось. У крестьян этот айкордный урожай получил прозвание либеральный продразверсть, потому что за исключением зернового треугольника, это ростовская, Ставропольский край и Краснодарский, значит, во всех регионах закупочные цены на зерно были на 30% приблизительно ниже себестоимости. В этом году, в общем, это можно рассказывать, вернемся в энергетику. Действительно, мы видим, что национальный такой вот позор, например, у нас в советское время был выдающийся академик Христианович, он еще в 50-е годы разработал так называемый ТЭЦ на парогазовом цикле. Парогазовый цикл, это когда у нас работает газовая турбина, отходящая ее газой, там порядка 700 градусов, греют котел и вот в этом, вот в обычный ТЭЦ, и в результате получается КПД где-то под 60, там 55-58%. Вот сейчас у нас только такие современные получились. Действительно, значит, несколько штук у нас появились, казалось бы, в нарушении логики. Но посмотрите, как они появляются. Они появляются тогда, когда можно компенсировать падение маржи, падение доходов от расхода, допустим, топлива. Если до этого, например, на наших российских короботельных в 2000-е годы премии оперативному персоналу платили, как вы думаете, за что оператору городской потельной платят премию? Платят премию ему за то, чтобы он как можно больше сжег топливо. как сжечь топливо больше? Для этого нужно занести определенный чемоданчик в котлонадзор, чтобы тебе выдали разрешение на эксплуатацию котла в аварийных, в опасных режимах, на пониженных параметрах. И тогда вы сжигаете, например, топливо в два раза больше до получения тех же самых потребных населению дикаллой. Вот мы с вами сейчас находимся в условиях классического российского перитопа. Явление того же порядка. Для чего нам нужен? Он нам-то не нужен. Мы регулируем температуру, открывая окна, форточки. Он нужен опять же энергетикам, монополистам, потому что они сжигают больше топлива. И упорная автоматическая система регулирования направлено на увеличение этого сбыта. Поэтому, когда у нас говорят все программы энергосбережения энергосбережения, оно просто противоречит стратегии. Более того, в стратегии экономической безопасности до 30-го года, утвержденной Путиным, там есть пункт, там и написано, что стратегической угрозой российской экономики являются прорывные зеленые энергосберегающие технологии. Прямо в разделе 6, по-моему, там пункт 11. Потом они говорят, что надо всемирно развивать эти прогрессивные прорывные технологии, но они в то же время являются угрозой. Это так написано в документе. Вот, значит, общество сопротивляется. То есть, теперь, если раньше прогрессу сопротивлялся профсоюз, там, трудовой коллектив, который говорит, мы хотим есть, мы хотим работу, дайте нам работать, да, то теперь фактически можно говорить о том, что кто их стоит на пути прогресса. Сырила экономика, криминализация экономики, потому что, ну, представьте, говорит, ну, вот рубит человек в лес, заповедники, вывозит в Китай, все нормально. Ему говорят, давай-ка ты модернизируй, внедай шведскую технику и так далее. Как только он внедает шведскую технику, он знает, что у него все отнимут. Поэтому никакой модернизации не происходит, по-прежнему мужики получают по 200 баксов в месяц, рубят, и криминальными колоннами все идет границы. Говорит, больше кругляк торговать не будем. Комбинат чуны продается китайцам, я спрашиваю корреспонденту, ну, как там у вас с браконьерством лесным, нашу корреспондентку алтайскую, там, в Забайкальстве, она говорит, вот мы помогли поймать черного лесоруба. А кто такой черный лесоруб? Да он в одном селе вот для пенсионеров там нелегально дрова рубит. Кому-то там на баню, кому-то на дрова. Я говорю, а китайцы-то чего? А не чунской кабинет-то вот этот, где лес рубили 10 лет? Говорит, получили? Получили, говорит. Они что, там, цивилизованное лесопользование, значит, легальное навели? Нет, они также у браконьеров лес покупают по дешевке, перерабатывают теперь уже на нашей территории, вывозят уже готовую продукцию. То есть все нормально. Так вот, значит, теперь я хотел просто рассказать, понимаете, как бы, если мы говорим уже о научной эволюции, это как бы не касается научной эволюции, это касается простых вещей. вот завод заказал на Ивановском станкостроительном заводе тяжелого станкостроения, заказал обрабатывающий центр. Обрабатывающий центр в атомной промышленности. То есть обрабатывающий центр, это когда у вас деталь находится в одном месте, а вокруг нее все нужные станки, которые для получения этой детали есть. Ее не нужно переставлять со станка на станка, и точность повышается обработки. И вот эти нужные, очень сложные детали, они как так тюк, тюк, и выпадает. Тюк, а с другой стороны 49 станочников шестого разряда под сокращение. И тут же этот, тут же этот, значит, станок начинает ломаться. Этот центр через день начинает ломаться. Чем закончилась борьба? Ну, я думаю, что мы скоро узнаем. вероятнее, все-таки 49 станочников окажутся на улице. Представить. Значит, это мы ничего не доходили до научной революции, я хочу обратить внимание. То есть, а действительно настоящих прорывных технологиях это самые банальные вещи. То есть, чтобы закончить вот эту советскую предострою, один из выдающихся советских министров, последних Мадикан, председатель клуба советских министров Николай Иванович Паничев, легендарный министр советского станкостроения. Он, работая в Ленинграде, сделал несколько передовых заводов и блоков ЧПУ, и прецизионного станкостроения, которые там с невероятной точностью, только у нас, у американцев, были там с долей микронной точностью, они обрабатывали, делали станочки, которые делали детали для гироскопов подводных лодок, вот, только у нас такие станки были, и у американцев, даже у японцев таких не было. Там много чего он там сделал, перевели его в министерство за это, наградили, стал он там начальником, ну и поставили вот, ты там автоматизацией станков занимаешься, вот этими блоками ЧПУ занимаешься, ну займись, так давай, значит, у нас, он провел анализ, прибегает к начальнику, главка такой, сидит, зубер сталинских времен за 80 лет, и он говорит ему, у нас катастрофа, что такое, говорит, у немцев станков с ЧПУ уже, это 80-е годы, станков с ЧПУ уже 90%, а у нас только 6. На всех заводах висят объявления, требуются, 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 станочники такого, такого, такого разояда. Под этих станочников Москва-Ленинград вывозит ежегодно от 100 до 200 тысяч лимиты, да, грабит трудовые кадры, прави, значит, а что такое блок ЧПУ, да, это как минимум в 10 раз повышение производительности станка, 10 раз. Вот, и вот этот зубр Станинский говорит, уходи, дурак проклятый, говорит, ты ничего не понимаешь, ты что делаешь-то? То есть, понимаете, вот, то есть, ты создашь социальные проблемы, а нам никто это не позволит, и так далее. Вот так мы дожили, и вот на сегодняшний день Николай Иванович там бился, бился за эти станки, все это выжили, стратегию взяли простую, ну, Ростеху нужно оружие делать, что ж ему там заниматься, поддержка отечественного станка строения, они возьмут какую-то линию, купят, скажут, что это передовая линия там 20-летней давности, ну, оружие делать можно, сделали, сделали, отчитались, все нормально, зато голова не болит. Вот, а программы, программные, так сказать, поддержки отечественного настроения расходуются для других нужд, как сказать, для поддержки, так сказать, семейного бюджета и так далее, и так далее. В общем, вот такая картина. Вот теперь мы, я хотел несколько слов рассказать о нескольких выдающихся ученых, кстати, некоторые из них работают в вашем, в самом знаменитом нашем университете, вот, и я хотел вот вторую часть посвятить уже очень сложному вопросу, от которого зависит и это технологии стратегические, двойного, это большая наука, это действительно, вот, значит, я хотел вернуться на 200 лет назад вот к этой картинке, значит, это у нас, это у нас, значит, такая картинка, если хотите, пожалуйста, да, вот мы вернемся вот в эту, вот в эту, значит, ситуацию, это 8 мая 94-го, 894-го года, это казнь великого Лууазье, создателя химии, создателя современной химии, то есть научная революция Лууазье, его знаменитый учебник вышла синхронно с Великой Французской революцией, чуть не в один день, чуть не в один день, через пять лет, через четыре, с небольшим года, после революции, он был казнен, никакое заступничество не помогло, почему? Заслуги Лууазье перед нацией, перед французским государством, перед революцией неоценимы, неоценимы, он что на военном поприще, что на гражданском, он разрабатывает для революции первый проект всеобщего бесплатного образования, он создает новую химию, он возглавляет, один из них руководителем является национального арсенала порохового, он совершенствует с Бертоли, они там разведывают месторождения, селитры, он совершенствует процесс очистки, удваивает за три года производство порохов арсеналом и так далее, и так далее, и так далее, но чем он нам, почему же он оказался на Вишафоте, он является символом во многом науки эпохи модерна, эпохи капитализма, почему, потому что во многом его достижения были связаны с тем, что он решил вопрос финансирования своих исследований, происходя будущим потомственным юристом, заканчивая знаменитый колледж в Мазаине, в котором учился одним из его однокурсников был великий французский живописец Давид. Вот портрет кисти Давида Лавуазье удачно женившегося. В чем удача была женившегося? Он поженился на дочке одного из крупнейших французских откупщиков. Это институт, введенный еще в 17-м веке, то есть когда неэффективно собирались государственные народы, их отдавали, это то, что сегодня называется государственно-частное партнерство. Вот эта система государственно-частного партнерства откупщики получали возможность собирать налоги, выполняли план, а все сверхпланы они клали себе в карман. Откупщики в последние три года перед революцией зарвались настолько, что себе в карман они положили два с половиной государственных бюджета. Это им припомнили. Лавуазье был честнейший человек, он ничего не клал себе в карман, он добросовестно выполнял саутичной целеустремленности, выполнял свои служебные обязанности, совершенствовал, наводил порядок, но даже при всей честности и он это папа ему посоветовал. Я понимаю, что ты наукой заниматься не бросишь, это произошло после того, как он выиграл конкурс Академии наук, на лучшую систему городского освещения Парижа. Он сказал, я понимаю, что ты юристом не будешь, толку от тебя не будет, занимайся наукой, но вот подумай о куске хлеба. Вот он Лавазе хорошо подумал о куске хлеба и его кусок хлеба составил миллион двести тысяч ливров. Это государственный бюджет тогдашней Франции 40 миллионов. Это позволяло Лавазе финансировать самым шикарным образом любые свои идеи, эксперименты и так далее. Нужно сказать, что, например, его знаменитый эксперимент, в котором он доказал, что вода не является химическим элементом и является веществом разложимым на водород и кислород, обошелся ему в 50 тысяч ливров. Это астрономическое достояние очень богатого человека. Но усердствовал, он действительно такой был увлеченный дисциплинированный человек и всячески внедрял новинки технологий. В частности, например, мы здесь можем видеть вот одна из его технологий. Это такие современные методы дознания, то, что мы сегодня бы назвали лайт-детекцией, то есть применение полиграфических технологий, так сказать, дознания контрабандиста. То есть главным предметом откупщиков были контрабандисты. Они шнояли мимо кассы, не платили налогов, проникали в пои, туда-обратно. Вот допрос Лавазе с женой ведут допрос пойманного контрабандиста, стопроцентная достоверная информация, то есть эффективность сбора налогов, раскрытия, так сказать, был потрясающим. Но все равно даже такие методы не привели к успеху Лавазе и тогда он выдвинул план, который он, правда, не реализовал, но он был реализован. Чтобы прекратить тотально, он же как естественник мыслил, как ученый технай, он сказал, что давайте, чтобы решить принципиальный вопрос ухода от контрабанды, мы огородим Париж стеной. А сколько она будет стоить? Смету составили 30 миллионов литров, 40. И эти 30 миллионов накануле революции были потрачены. Его там назвали тюремщиком Парижа и так далее. И Марат ему это все припомнил в памфлете, который стал основанием его обвинения. Так вот, обвинитель Лавазе произнес такую фразу. Это же великий ученый, он нужен из публики. Он сказал, а эволюция в науках не нуждается, сказал обвинитель. В науке не нуждается. И, значит, его судьба для нас в каком-то является символом сегодняшнего состояния российской науки. Это еще один из барьеров, почему Россия даже... Вот, это вот все знают этот знаменитый фильм и роман Беляева «Голова профессора Доуэлли». Это вот это голова Лавуазье, который, как естественник, даже свою смерть хотел использовать для науки. Он сказал своему палачу, палач отказался, он сказал, что мне там знать, есть у тебя сознание с отрубленной головой или нет. Я и так вижу, у меня вот эти головы всю корзину изгрызли зубами. Ну вот, друг его сказал, я тебе буду мигать левым глазом, а ты считай. Вот, по преданию Лавуазье мигнул 14 раз, когда его голову выставили на обозрение. Да, вот, это такое предание есть. И вот, значит, вот эта голова профессора Дуэля, такой яркий символ современной постсоветской науки. То есть классическая наука, значит, как бы в нормальном государстве, она представляет собой единственное академической науки, как бы фундаментальной науки, которая представляет ползительно одну часть науки, там, по численности, по финансированию, прикладную науку, которая представляет сто частей по отношению к фундаментальной науке, и заводскую науку, это заводские КБ, роль которых очень велика, так сказать, для внедрения, так сказать, тысяча, в тысячу раз. Вот, по сути дела, значит, получается, в 91-м году, сейчас опубликованы цифры, скачком было сокращено финансирование, общее финансирование науки в стране в 100 раз, сразу так, в 100 раз, и сначала 2000-й дом практически прикладная наука как класс ликвидирована. Ликвидированы в основном отрасли высоких переделов, и поэтому у нас нет заказчика для, у нас нет заказчика, да, то есть поэтому у нас есть, у нас есть инновационные центры МГУ, у нас есть Сколково, которые являются в каком-то смысле такими, давайте мы вам поможем продать ваш стартап, ну кто-то более честно, кто-то ворует и так далее, но когда мы даже, но удивляет другое, что когда речь о стратегических эффектах, даже стратегические вещи перестают интересовать почему-то наше государство, это уже, это очень важный вопрос, потому что отказ от прикладной науки, собственно, сделал государство слепым, то есть фактически государство уничтожило главную экспертную основу, и оно ничего не может сказать по поводу того, что ему предлагается, вот ему втюхивается кошмар и ужас, ему говорят, это же на западе сделано, значит, это по определению хорошо, ну давайте, тем более стоит дорого, дороже нашего раз в пять, в десять, значит, дилерские проценты, это так у нас называется, коммерческая взятка, значит, вот он будет большой на американских проектов, он до сорока процентов дилерский процент, официально внесенный в договор, значит, это премия, которая на западе узаконена, она выплачивается менеджеру, подписывающий договор, на старый Боинг, на старый Аэрбаз, на мусоросжигательный завод, 238 которых собираются построить в России, напоминаю. Так вот, 238, это цифра, названная президентом. Так вот, чем нам интересен, какое отношение Луазе имеет к сюжетам современной борьбы с передовыми технологиями, с передовыми технологиями, он для нас интересен через двух людей своего окружения. Вот эти два человека. Они в каком-то смысле являются родоначальниками двух основных лженаук, лженаук, рубежа 20-21 века. Сейчас мы о них немножко познакомимся с ними. Первый из них, первая из них, лженаука, это хорошо всем известная, это лженаука, которая заклинивлена, на ней стоит штамп лженауки, непонятно почему. Так называемое исследование холодного ядерного синтеза и холодной ядерной трансплутации химических элементов. То есть, речь идет о том, что Луазье доказал, что все состоит из атомов, как конструктор лего из них складывается, разбирается и так далее, и так далее. К концу XIX века была открыта радиоактивность, появились новые реакции ядерные, которые происходят на три парадка с большими энергиями, требуют больших энергий, это как бы два не пересекающихся мира. Но что-то тут стало происходить не то, и вот все, конструкция немножко поползла. Но тут, значит, это первое, один человек имеет отношение к исследованию холодного синтеза и зовут его Луи Николя Ваклен. Это тоже академик, Луазье был директором Парижской академии наук, значит, Ваклен был тоже академиком, такой тщательный химик, открывший там энное количество элементов, каких-то числот, про него там статьи, все известно. Чем он интересен? Значит, в конце, где-то в году, в 99-м, они все занимались естественно химией, там, точность измерений, балансы и так далее, и так далее. Потому что главный опыт Луазье, кстати, тоже имеющий отношение, перекликающийся с сегодняшними историями, с холодным синтезом, это, он же касался того, что он опроверг теорию Флодистона, он создал современную теорию горения, что это окисление, что это кислород, и так далее, и так далее. Так вот, чтобы доказать это, значит, окончательно беспоротно, он придумал публичную демонстрацию, он сделал знаменитый Версальский свой публичный эксперимент, это тоже очень дорогоштоящая штука, ему для нее потребовалось невероятного размера линза, сделать тогда такую линзу не умели, ему сделали ее из двух выпуклых половинок, склеили, заполнили водой, вот, и дальше в емкости, значит, в закрытой емкости он, значит, сконцентрировал солнечный луч и сжег на глазах удивленной публики огромный дорогостоящий алмаз, а весы, после того, как алмаз исчез, не поколебались, то есть все это превратилось в газ, в углетислый газ, и, значит, ничего, как бы, вот, смотрите, вот, такое чудо, вот, такое было демонстрация, считается, что она, ну, окончательную такую точку поставила в этот удивительный эксперимент. Так вот, значит, Ваклен, Ваклен, сделал опыты и обратил внимание, не сушка, ест корм, в который нет известий, нет кальция, ест и ест, ест и ест, а яйца с нормальной скорлупой воспроизводятся и воспроизводятся, объяснить он это никак не мог, ну, я сказал, наверное, она использует кальций из собственных костей, но уж больно много чего-то кальция и как-то не сходилось, ну, и как-то вопрос он обошел, потому что вопрос вступал в противоречие, баланс не замыкался. Этот курьезный опыт, на самом деле очень серьезный, попал в последний роман, изданный уже после смерти Гюставо Флабера, сатирический был роман, называется по именам двух главных героев, Бувара Петюше, он на русский язык переведен, он такой не очень как бы интересный, значит, речь идет о двух пенсионерах-чиновниках, это период такого господства позитивизма в науке, и вот модно заниматься естественными науками, как у нас Базаров, вот, лягушек ездил, значит, в отцах и детях, вот в это же время, вот, и они думают, чем на пенсии заняться, и вот, обратите внимание, вот этот кусочек, он пишет, проблема усвоения пищи не давала им покоя, каким образом один из тех же веществ получается кости, кровь, лимфа, экскременты, как проследить за превращением любого съеденного продукта, человек, употребляющий одноразовую, однообразную пищу, ничем отличается в химическом отношении от того, кто питается разнообразно, ваклен, установил количество извести во все, которым кормили курицы, оказалось, что в скорлупе, снесенных ею яиц, извести больше, следовательно, произошло созидание вещества, каким образом, неизвестно. И вот, поразительным образом, вот этот кусок этого романа каким-то непонятным образом вырезался в память другого ученого уже 20 века, вот этот ученый, выдвигавшийся в 1975 году на Нобелевскую премию по физиологии слева, это государственный инспектор по электрической, потом радиационной безопасности во французском ядерном проекте Луи Кервран. Он был энтузиастом исследований вот этой биологической трансмутации, что в живом веществе, как говорили, алхимики, и данных было очень много, все время происходит превращение одних химических элементов в другие. И хотя он был современником, так сказать, Кюри, работал там с ними, со всеми свеликими, знал, что это не соответствовало никаким догматам ядерной физики, это невозможно, но это происходило. В одной из книг многочисленных своих Кервран приводит пример. После франко-прусской войны, когда золото пришлось отдать за своего пленного императора французам, составы шли золото в Пруссию, французы озаботились, где бы им найти золото, и снарядили экспедицию в Южную Америку, в Анде. В составе экспедиции находился это 70-е годы, находился алхимик, штатный алхимик. И от алхимик в своей части отчета пишет, там, в Предгоре Хант мы нашли очень много перспективных территорий с большим количеством несозревших золотых жил. Отсутствует только один благоприятный компонент. У них нет виноградников. То есть со старых времен золотоискатели знали, что есть такой феномен несозревшие жилы. Они их прикапывали, а внуки возвращались к этим местам и уже набирали совсем другое количество желтых, чем то, что было изначально обнаружено. Дело о микробах, живущих на виноградинах. так вот, так вот, вот это, вот это даже холодный синтез одного имя даже назывался довольно долгие годы назывался эффектом терврана. Эффектом терврана. То есть, это что, значит, при каком-то, при комнатной температуре и при очень небольших температурах каким-то образом происходят вот эти ядерные превращения. окончательно бесповоротно в биологической трансмутации доказала ваша коллега из Московского университета, выдающийся наш, можно сказать, российский физик, Алла, ну, зовут ее на самом деле друзья, обращаются Алла в быту, она Альбина, значит, Алла Александровна Корнилова, 10 лет она была руководителем инновационного центра физфака МГУ, она 46-го года, это такое поколение победы, у нее такой мощный курс, у нее там академик Рубаков самый известный наш рейтинговый физик, и много других известных там и академиков и так далее. Вот, значит, вот это вот Корнилова, как я говорю, четырежды Нобелеский лояд, потому что я могу назвать там скороговоркой, не раскрывая там, вот первое, значит, в 92-м году, обращаю внимание, неопровержимый эксперимент, воспроизведенный многократно из-за границы, значит, сделан в 92-м году. Обычные дрожжи, запущенные в раствор марганцовки в дейтерированной воде, все угнетающее, все невозможное, марганцовка, дезинфицирующее средство, тяжелая вода, ничего в ней не растворяется толком, она жизненно угнетающая, в дейтерированной воде и в этом эксперименте 92-го года, сразу же в первом эксперименте, значит, был получен результат, выскочила экзотическое 57-е железо, это так называемый мезбаровский изотоп железа, мезбаровская спектроскопия, спектроскопия, это Нобелевская премьер 62-го года, это самый точный метод спектроскопии в ядерной физике, то есть он видит только вот этот изотоп, то есть главное железо 56-е атомный вес, а это 57-е, то есть у нас реализовалась реакция, значит, получается марганец 55-й, один изотоп существует, 55-й марганец, плюс протон и плюс нейтрон, ДТ, если простой водород, то у нас просто H2O, а D2O значит протон плюс ДТ, вот протон плюс два протона ДТ в ядро марганца встроился, он превратился в 57-е железо и сразу пошел лейзонанс, то есть сразу прибор его увидел, то есть обычные дрожжи, которые использовались в советское время, превратили марганец в 57-е железо, 57-е железо никому, кроме военных, было не нужно, оно до сих пор стоит 20 тысяч долларов грамм, в то время оно нарабатывалось только у нас и в Штатах, по килограмму в год, на ускоритель, очень дорого, за эту ленинскую премию там давали академику, он нарабатывался для экранирования атомных боеголовок, чтобы их не было видать из космоса, вот, значит, вот, а тут получается бактерии могут делать 57-е железо, вот это дорогущее 57-е железо, потом был бы огромный цикл экспериментов, получались одно, второе, было получено и золото, вот тем самым способом, вот это золото, оно единственное, оно там не секрет, оно может быть по ядерной физике получено только из одного предшественника, из Вольфрама, поэтому вот часто вот эти месторождения, они везде рядом находятся, там, на Колыме, там, Вольфрамовые, там, и золотые, да, вот, это отдельная тема, и геологи очень были рады, дали и медаль вот в этом году на Смирновских чтениях в вашем университете, потому что у геологов там огромное количество феноменов, которые они наблюдают, их без холодного синтеза невозможно вообще никак объяснить, есть публикации на эту тему, ну, физики говорят, мы не знаем, геологи сами по себе там думают, мы сами по себе, и вот так это все продолжается. И закончилось это чем? Закончилось это тем, что в конце 90-х годов группа Корнилова выполнила в Чернобыле уже это, уже как бы эти работы, уже не с простыми микробами, а со специальными агрессивными, живучими очень ассоциациями, которые научились преобразовать радиоактивные изотопы в стабильные. То есть, самый главный изотоп вот среди ядерных отходов в мире это 137-й цезий. 90 где-то с лишним процентов всех ядерных отходов, всего радиационного загрязнения это дает цезий. Фукусима, Чернобыль, фоновый, мама не гаю. Это миллионы тонн вот этих жидких радиоактивных отходов, которые приходится выпаивать, отцементировать, отстекловывать, в двойные бочки закатывать. 60% ВВП Швеции формируется от переработки отходов. Но вы думаете, просто от мусора? Нет. От ядерных отходов они роют 500 метров в штольнях, в специальные штольни делают, в гранитах на полкилометра глубже Балтийского моря и там они хранят ядерные отходы. За ними не поспевают финны. Есть фильм «Сделали суперхранилище на 100 лет гарантированный срок». Что такое цезий? 30,5 лет период полураспада. Чтобы его хранить, в Фукусиме 8000 тонн радиоактивной воды образуется каждый день. Чтобы его хранить, нужно его выдерживать где-то порядка 6 периодов полураспада. Почти 200 лет. Это только цезий. А есть изотопы, которые нужно выдерживать десятки тысяч лет. То есть никто ориентабельности окончательной атомной энергетики с этой точки зрения нормально не считал. И вот эти микробы, как показали опыты и цезий, и стронцем, схема и так далее, оказалось, что они могут быть тогда это еще были результаты, что они могут быть радиоактивность от них, когда добавляется вот емкость у нас есть емкость с раствором цезия, туда добавляются вот эти ассоциации, и последний результат показывает, что радиоактивность снижается вдвое, то есть полураспад, это, конечно, не полураспад, там происходит преобразование цезия плюс протон, и он превращается в 138-й бай, нерадиоактивный, а 133-й и 133-й нерадиоактивный цезий плюс протон превращается в бай. А для чего микробам нужен этот паршивый тбай, зачем он ему нужен? А нужен он до того, что делают они это в условиях, когда у них нет важного жизненного элемента калия, а по радиусу своему, по радиусу, по размеру, вот, ну, так вот, значит, вот этот, значит, бай, он является аналогом максимально близким калием, и с помощью вот этого вот трансмутации цезия в бай, они получают протез, химический протез отсутствующего калия, и затыкают этим байем дефицит в мембранах и так далее калия. вот таким образом используется вот такое эпоха, значит, но в чем значимость этих работ? Значит, вообще, нужно сказать, что про термин холодный синтез. Он уходит, конечно, я сейчас рассказываю только про эту ветку. Он уходит глубоко назад, вот я вам сказал, что не успела родиться новая физика XX века, новая произойти научная революция, как уже появилась лженаука, появился новый канон и хрестоматия. И тут нужно сказать, что вот во всей, вы понимаете, это же огромный планет, значит, если это ищут стратегических технологий двойного назначения, это ядерная физика, то есть здесь это микробы, это огромные, огромная новая подотрасль атомной энергетики, связанная с утилизацией ядерных отходов, значит, и объемы этого рынка исчисляются сотнями миллиардов долларов, если вот утилизировать вот эти, значит, только жидкие радиоактивные отходы. Но у нас ведь еще есть и радиоактивно зараженная земля, и есть, про что мало знают, радиоактивные нефтяные шламы, с которыми копятся, 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 а с ними вообще никто не знает, что делать. Потому что один из основных факторов экологического заражения местности, нефтегазовая промышленность, он связан с радиоактивностью, нарабатывается огромное количество железных радиоактивных отходов. Вот кто-нибудь слышал, например, о железных радиоактивных отходах? Около каждой скважины лежат технологические трубы, заросшие солями бая, в которых есть водонерастворимые, в котором также есть соли радиоактивного. Их нужно куда-то эти радиоактивные трубы девать, а их все больше, 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 больше. Значит, с нефтью выходит тяжелая вода. Каждая скважина трескается, садится, протечки на всех уровнях. тяжелая вода заражает горизонты, тяжелые металлы заражают горизонты, нефть протекает. На многих месторождениях воду возят за сотни километров, потому что в этих поселках, городках нельзя пользоваться никакой грунтовой или поверхностной водой. То есть ущерб колоссальный. И вот работы для этих микробов огромное количество. Так вот, к самому термину холодный синтез вернемся. нас долго-долго убеждали, что термин холодный синтез связан с 89-м годом, со знаменитой конференцией по холодному синтезу вот этих двух ученых. Первый из них это многие годы президент Международной Ассоциации электрохимии, выдающийся такой ученый из Оксфорда, знаменитый профессор Мартин Флейшман, вот он справа. И вот это мало кому известный такой ядерный физик из университета штата Юта Стэнли Понс. По некоторым вариантам он не Понс, он есть какой-то перебежчик советский, так сказать, много всяких версий, откуда он взялся, откуда у него эти идеи. В общем, вдруг неожиданно к этой работе появляется Флейшман из Англии. И в 89-м году происходит вот эта конференция на весь мир, она гаянула и так далее. О том, что в процессе электролиза с палладиевым электродом они получили вот этот и всякие проявления доказывают, что идет какая-то ядерная якобы реакция синтеза, ядерного синтеза при смешных вот таких энергиях. Потом это заклеймили, значит, быстренько Массачусет заклеймил лженаукой, как выяснилось, за срок даже они не успевали даже сделать контрольный эксперимент этого опыта, он длится несколько месяцев, чтобы вот только запустить реакцию. Значит, потом они опровергали, они говорят, какие же сволочи вот сделали такое заключение про нашего великого флейшмана, это уже спустя там 10 лет. И вот, значит, во всем мире этим занимаются Пентагон, НАСА, Япония, Индия, Китай засекретил все свои работы по холодному синтезу, все занимают, у нас Академия наук продолжает, это лженаука, это лженаука, это вот никогда, значит, самое интересное, что председатель комиссии лженауки, Кругляков, как бы публично, все они признают, что сам феномен холодного синтеза не вызывает никаких сомнений, просто он слабенький и не имеет перспектив промышленного применения. Ну, простите, какое это отношение имеется с фундаментальной науке, это уже, скажем, другая задача. И, в общем, это отдельная запутанная история, но вернемся к происхождению термина. Термин был придуман действительно американскими журналистами, но намного раньше. Он был придуман в связи с работами вот этого выдающегося американского физика, участника манхэттенского проекта Луиса Альвареса. Вот заголовок этой статьи, это 56-й год, такие же сенсационные конференции, такое же обещание чистой безграничной энергии, новой атомной чистой энергии, вот тут это cold fusion, холодный синтез и так далее. Это вот тот самый Альварес, вот этот Альварес, это вот физик перед посадкой на Б-29, который сопровождал тот самый знаменитый бомбардировщик, который бомбзил Хиросиму. Альварес с параллельно летящего самолета производил измерения ударной волны и других вещей. Вот этот товарищ у нас летал лично бомбить Хиросиму. И главные его там заслуги в проекте ванхэттенском связаны с тем, что он является автором взрывателя для второй бомбы, для малыша, который был сблошен на Гасате, потому что на Гасате это уже была не урановая бомба, а это уже была плутониевая бомба. И там были большие сложности технологические, там сложные как бы такой. Нет, он даже, по-моему, взрыватель, нет, он уже для Теллеровской, для термоядерной бомбы сделал. Там очень сложный взрыватель, потому что для термоядерной бомбы нужна обычная атомная бомба, которая взорвется, синхронно сожмет вот это все, сдавит термоядерную бомбу, создаст колоссальную температуру и вызовет реакции синтеза, которая в тысячи раз больше обычной ядерной бомбоделения. Вот Альварес вот этим занимался, его главная заслуга. И вот он занялся в Америке первым так называемым направлением холодного синтеза, который считается таким как бы оно как бы есть, все классики им занимались, и Сахаров, и Зельдович, и Дирштейн вот еще живой, все занимались, это меонные катались, он ни к чему не привел. А теперь они говорят, вот мы крутые академики, мы-то ничего не смогли придумать, а вы-то дураки-то, вы-то откуда взялись-то, вам уж не по шапке как бы не посиньте шапку вот что-то такое, но идет огромная закулисная война вокруг этого холодного синтеза, и на сегодняшний день на кону стоят очень серьезные вещи, стоят очень серьезные вещи, по некоторым данным, если заглянуть в англоязычный интернет, то даже в интернете вы обнаружите огромное количество терминов и событий, вообще не имеющих никакого отражения в российском интернете. У нас нет, например, аналогов некоторых видов гипотетических и реально существующих, например, новых видов ядерного оружия четвертого, пятого поколения. То есть, по сути дела, как оно описывается, это оружие, оно, по сути дела, может быть, является такой гипотетической холодной синтезной бомбой. То есть, что такое холодная синтезная бомба? Как ее описывал убитый в начале 2000-х годов один из таких журналистов, ученых, который очень много писал, вел журнал по этому синтезу Евгении Малоу при таинственных обстоятельствах. Значит, этим занимаются же и Нобелес Тюлориат, и ведущие физики там, и в Массачусетсе и так далее. Поэтому сейчас говорить нельзя. У нас возникла ситуация, когда, представьте себе, появляется пентагоновский обзор в открытую о достижениях МИИ в области исследований холодного синтеза. Ну, что делать Министерство обороны? Оно обращается к вице-президенту Месяцу и говорит, товарищ Месяц, разберитесь, это Деза или это правда? Месяц, ну, где у меня ядерщики парочку академентов? Посмотрите, разберитесь, ребята. Те пишут, это Деза. И пишут совершенно не про то, что написано, а один членкор упертый пишет, это все правда. Это все и пишет вот такую телегу и объясняет, и пишет про то, что пишут американцы, а не про то, что пишут... В общем, эта тема можно разговаривать сколько угодно. То есть, понимаете, там одни говорят о темноядерной мафии. Так вот, а другая линия, а другая линия, последняя, вот мы вернемся коротенько, значит, вернемся ко второму персонажу из круга Лавлазье. Это второй портрет. Все знают это имя, все знают эту фирму. Вот, это основатель, знаменитого американского концерта Дюпон Денемюр Элитер и Рене. Он был молодым химиком и постоянно ошивался в лаборатории в Лавлазье. Помогал ему все, что касалось порохов и так далее, и так далее. И некоторые пишут, что со своим папой он был вместе с Лавлазье еще членом масонской лужи. Ну, как положено в то время любому просвещенному человеку. с папой они защищали короля в Тюйляи при штурме дворца. Сын бежал в Штаты и ужаснулся. Это уже произошло, буквально тут же казнили Лавлазье, он бежит через некоторое время в Штаты. Изначально он хотел назвать свою фирму, свой будущий концерн именем великого учителя Лавлазье. То есть можете представить, что сегодня было Лавлазье. Но тут произошел личный эксцесс. Вдова Лавлазье отказала папе Элитера, когда он предложил руку в тяжелую маминуту, она почему-то ему отказала, он ужасно расстроился и запретил сыну называть концерн именем Лавлазье. Дюпон побывав на охоте ужаснулся качеством американского пороха и тут же имея разработки своего учителя он захватил лидерские позиции в области порохов. Потом Дюпоном еще очень похоже Дмитрий Иванович Менделеев и разработки Дмитрия Ивановича помогли, потому что вы знаете, Дмитрий Иванович расшифровал новинки французский бездымный порох, поехал в командировку, поселился там на даче не поблизости от порохового завода французский и посчитав вагоны с сыем быстренько быстренько придумал какой-то блистый аналог и получился очень качественный русский бездымный порох и когда разразился в начале мировой войны скандал, когда выяснилось, что Гучков и Путилов, которые крутили государственные деньги государственного заказа, выданные им на изготовление снарядов на биржах, что снарядов в армии не было, три снаряда на орудия выдавались в день, мы проигрывали все артиллерийские дуэли, колоссальные потери, было принято решение, значит, Гау, наш выдающийся эмигрант, ученый, один из самых выдающихся кудрявцев, создатель направления гетерокатализа, вот тогда он был генералом генштаба, быстренько-быстренько они придумали это дело и построили русские заводы в Штатах. И вот еще раз теперь они получили пороха уже русские, вот эти секретные, быстренько решили вопрос со снарядами, значит, с порохами, и дюпоны с двух миллионов долларов к концу войны у них уже было 50. Чем знаменитый, значит, о какой лженауке идет речь? Значит, вся деятельность этого концерна сопровождалась непрерывными какими-то авантюрами, скандалами и так далее. Два самых знаменитых были, один связан с тем, что весь мир узнал, как по-мексикански называется, конопля Майхуана в связи с тем, что дюпоны создали такой союз по продвижению мелованной, отбелиной целлюлезной бумаги, для которой требовалось большое количество хлорных, так сказать, соединений, для им это было выгодно. А в тот момент рынок был занят высококачественной, экологичной, прекрасной книжной бумагой, которую делали из конопли, которая не таевала отбеливания. Таким образом они вытеснили конопляную бумагу, захватили этот рынок, ну и как бы дружно. Но самая главная авантюра дюпонов и самая главная лыженаука, она в деталях разоблачена, это вот шизофреническая ситуация, это, конечно, манаяльский протокол. Если вы помните, это сейчас как бы мало кого уже интересует, хотя об этом постоянно говорят, это протокол 1987 года, дополнительный протокол Квенской конвенции по защите озонового слоя атмосферы от разрушительного воздействия неких веществ. Там в конвенции было написано, что есть пять гипотез, но в протоколе остается только одна, абсолютно безумная, абсолютно недоказанная, за нее дают Нобелевские премии. Это фаеоновая гипотеза, что виноваты холодильники. И в результате вот этого удивительной аферы, которая продолжается сеять, на сегодняшний день в мире нечем тушить, энергоэффективность, низкопотенциальной энергетики холодильников снизилась на 20%, не доены повсюду ядовитые вещества, но почему-то вот это направление лженауки, связанное с Дюпоном Денемюром, абсолютно не волнует нашу Академию наук, и Академия наук продолжает существовать в шизофреническом состоянии, в учебниках для физиков атмосферы, преподаются параметры газов, взятых с потолка, взятых с потолка, просто методом голосования, значит, одни, а для высоковольтников преподается старая классическая наука, которая говорит о том, что вся наука, положенная в основу Моноярского протокола, явная наглая ложь. И вот в таком шизофреническом состоянии, и вот примеров таких можно рассказывать, к сожалению, очень долго, я как и предполагал, что не уложусь. Спасибо. Да, да, да. Я сказал, потому что мы сырьевой предаток, есть общие, то есть на сегодняшний день, грубо говоря, Академия наук является, собственно, что такое Академия наук? это научная бюрократия, которая является частью государственной бюрократии и живет по законам государственной бюрократии. Законы государственной бюрократии блестящим образом сформулированы в классических работах профессора Партинсона и профессора Билл Брейта. Главной задачей касается устойчивость находящихся под них бюрократической пирамиды и увеличение накладных расходов, расходующихся на эту и больше там нет ничего. Ну, я бы предложил другой способ решения. Дело в том, что это блестящий способ, он как бы опробован в сталинском варианте, он давно известен. Он не обязательно должен быть в условиях каких-то ладерных. Это известно, это элитные шарашки, как вот были закрыты научные города. То есть мы берем всех критиков. Хотите, вот академик говорит, что это лыженаука. Пожалуйста, академик, идите, пожалуйста, сюда. Значит, мы собираем шарашку из всех вот таких людей и говорим, ребята, реализуйте, проверяйте. Через 3-5 месяцев будет ясно, кто чего стоит, что этот академик просто ничего не значит, ничего не может дать этому стратегическому проекту. Этот болтун ничего не умеет, он не этот не экспериментатор, этот не теоретик, этот никто, этот отстал от жизни. До свидания. Остаются люди, которые двигают проект. Все. И тогда выстраивается, но для этого нужна политическая воля. Ну, конечно, но это уже другой вопрос. Этот последний барьер, это геополитический это то, что вы прекрасно рассказываете на своих лекциях, что иерархически выстроено, значит, золотые яйца текут в одну сторону, птички возвращаются в одну сторону, в сторону стран высоких технологий, стран высоких технологий, категорически не хотят, чтобы внизу пирамиды появлялись высокие технологии. Это как бы геополитический закон, тут ничего интересного нет. Тем более все на ковичках, дети у всех в Париже, значит, если человек начинает продвигать, поддерживать высокие технологии, ему говорят, ты что хочешь решиться рынка сбыта своего, не знаю, концентрата металлургического или удобрения каких-нибудь, ну и все. То есть на самом деле нам нечем внедрять, понимаете, у нас нет прикладной и заводской науки. Простой пример, мы продаем китайцам кбшную заводскую в 70-х годов технологию создания вертолетов, там ресурс этого двигателя несколько часов. Они говорят, ну хотите, покупайте нормальную технологию, но заводку ресурса делают уже не разработчики, не КБ Милли делает заводку, а делают заводы. Там уже находится технология, которая позволяет сутками крутить, так сказать, и так далее. Вот этого у нас уже нет. я могу сказать, вот пойти совершенно логично, вот вы знаете, у нас произошло такое объединение академий, прикладных академий, фундаментальной академии, нонсенс, да, то есть академики брезгливо говорят, это что, это разве академики, это мы настоящие, у них нет ни рейтинговых публикаций, их никто не знает, как учат, ну там селекцией занимается, кто его там знает, он районированием там чем-то занимался, там, там, кукуруза, там, да, значит, или там овцы какой-нибудь, и честь, и хвала, прекрасно, значит, но когда академию сельскохозяйственных наук лишили финансирования, она просто поменяла устав, она написала, что она больше, значит, фундаментальной, значит, прикладной наукой не занимается, она занимается фундаментальной, то есть наш сельскохозяйственный обозреватель был на почвоведческом одном из конгрессов недавних, главная секция, как вы думаете, какая у почвоведцев? Почвы Антарктиды, потому что по почвам Антарктиды вам не нужно ни внедрения, ни отзыв, ничего, понимаете, вот фундаментальная наука. вот что делается прикладной наукой, понимаете, для этого нужен мегапроект, который должен потянуть. допустим, вот это не те мегагранты, которые называются, я могу про отдельные мегагранты рассказывать, это пародия на то, что на самом деле происходит в науке, это просто какие-то бессмысленные кормушки, даже в области ядерной физики. Ну, простой пример, я просто не понимаю, я публиковал, например, статью про нашего известного академика Аганесяна из Дубны, из Дубнинского объединенного института. Значит, у него прекрасное финансирование, с ним сотрудничает Ливерморская лаборатория, занимается он так называемым конструированием сверхтяжелых элементов, которых нету в периодической системе Менделеева, они больше продлевают. Один элемент уже назвали Аганесяней, другой Ливерморий. Они говорят, вот это вот наша проблема только в том, что эти элементы, эти элементы существуют микросекунды. Кроме лаборатории Аганесяна их никто не видел. И непонятно, под них строится фабрика. Фабрика по производству элементов существующих микросекунды. В Киеве есть лаборатория, выросшая из военного хайковского ящика, который занимался похожей тематикой, бронями. И у них было получено, называется она, есть сайт, можете открыть сразу посмотреть, Протон-21, руководитель Адаменко, скандальным образом это лаборатория, в которой напихано 2 миллиарда долларов новейшего оборудования, которых нет даже в наших ядерных центрах, ноу-хау ее, вот Коломойстим, который ее приватизировал, Коломойстий по указке Газдепа ее приватизировал, ноу-хау этой лаборатории за 2 миллиарда долларов продал американцам, она работает. У них получается, они каким-то на ухавном пучком, низкоэнергетическим, бьют в металлическую шариковую мишень, ее какой-то непонятной энергии, там можно посмотреть фотографии, вот куча, их десятки тысяч, они лежат в банках стеклянных, на полках, годами. Значит, экспертизы проводились у нас, ведущих Росатомовских институтов, в НПО Луч, печать директора, подпись ведущих специалистов, в Массачусетске, там, там находятся вещества в сотни и в тысячи единиц, и живут они годами. Они стабильные. Все об этом знают, но вот тут вот у нас, значит, Ливермой, а тут у нас Протон-21. В 93-е годы, когда все это громилось, разрушалось, эти умоляли из Хайка, спасите нас, заберите за 100 тысяч долларов, заберите тематику в России, никому было не нужно, страну грабили. Теперь вот это, теперь это вот работает там, там это интересует, у нас нет. Там бьют на ускорители в этот элемент, он рассыпается на периодическую таблицу и Менделева. Для чего это они используют, что они придумают, что они создадут, это другой вопрос. Но вот такие лакуны, вот слепые пятна, здесь играем, здесь селедку сворачиваем, понимаете, вот в таком... Вот понимаете, есть у нас намеки, например, то есть, понимаете, люди-то выживают, и там наука как-то работает внизу, прикладная наука работает в каком-то виде. Она абсолютно оторвана от академической науки. Да, выживают, но... Я даже не про чудака, с прекрасными результатами. Это отдельно можно прочитать, у нас есть отдельный сюжет, вот этот сюжет про Корнилову у нас называется, можно прочитать, называется «Атомный проект 2.0 и холодный ядерный синтез». Там большое количество статей на эту тему. Другой сюжет... Это делают маленькие частные фирмы, маленькие частные институты, либо маленькие частные фирмы. Например, у нас уже третью премию получает руководитель такой небольшой фирмы, главный казачий агроном, микробиолог известный, Харченко Александр Генрихович. Вот у него там есть называется сюжет «Адаптивное биологизированное земледелие для России». То есть всего лишь денег на технику нет, на топливо нет, на качественные семена нет, на удобрения нет, на химическое средство химической защиты растений нет. Что делать? Методом биологизации специальных микробных препаратов дешевых вылечивается почва, запускается плодородие почвы, и значит огромное количество хозяйств по всей стране в разных климатических зонах, от засушливых там, от Крыма до Сибири до Севера получают удивительные результаты с повышением урожайности в два с половиной раза, с снижением затрат в два раза. Себестоимость в два раза снижается, количество пахать не надо, количество культиваций снижается в несколько раз, потребность техники снижается в несколько раз, потребность топлива исчезает, и этим фермерам не нужны кредиты, не нужна государственная поддержка, они живут сами. «Я очень удивилась, когда я закрывал территорию и промышленности мне сказал, что только за счет атака сегодня держится странно. То есть один такой ученый продолжал работать без всяких денег, чтобы какое-то свое запретение продолжал развивать. Вот если он этого не сделал, у нас будет уже катастроф. А благодаря ему это скал очень с с вся граница с Китаем абсолютно закрыта. То есть на перекор всем он работал, вас требовали по сей моменту. Хорошо, что он работает. Ракеты у нас летают. Да, можно с ракеты. я не говорю так. А я узнаю людей, работающих в этой сфере. Я знаю, что там у специалистов толку не осталось. Там работают люди, которые готовы работать за эти деньги. А это люди, как правило пожилые не знают где там в ракете что нужно. Плюс у нас опять сейчас оборудование кто восточет все это микрон и деталь вылечит. А там чуть-чуть миллиметр и туда и оно не летит уже. Да, да. Это так космическая отрасль космическая отрасль катастрофа это факт. Это сдача. Вот по медицине это же мы живем в шизофренической ситуации. Нам половина ученых говорит, что, например, вакцинация это там угробленное здоровье и спасают людей из уродованных вакцинаций. С другой стороны официальные медики говорят, антивакцинаторы это преступники. ГМО, СПИД, опять появилась перцкая группа, которая опять возродилась, антиспидовская группа сказала, что ни на один вопрос так и не получен ответ. То есть до бесконечности. Вопрос заключается с моей точки зрения, почему нам приходится занимать такую позицию. То есть на сегодняшний день в связи с тем, что коммерциализация капитализма разъела фактически, ангажировала полностью экспертное сообщество, мы не можем, общество не может полагаться на экспертов. Мы просто видим таких персонажей, это позор науки национальный, позор. Их нужно на доску позора вешать, которые идут на обслугу самых антинародных, антиэкологических проектов. Маленькая Толича, а как разбираться? А как разбираться правителю, если мы знаем? Про Сталина была сделана знаменитая работа, исследовал психолог, доктор наук, исследовал его библиотеку, 20 тысяч томов, все прочитано, он читал по 400-500 страниц в день, все испещрено его стандартными пометками, то есть это реально прочитано. Он читал учебники для техникумов, потому что он пытался, чтобы его не разводили, чтобы он хотя бы понимал контексты, что там про авиацию, про металлургию, что-то про вооружение, хоть понимать пытался, чтобы не быть идиотом. Путин сегодня может пойти по этому пути? он в принципе по этому пути не может, потому что ему нужно уже не 20 тысяч книжек прочитать, а 20 миллионов. Это невозможно. А если у вас угроблено экспертное сообщество, нормально, неангажированное, значит, остается дело спасения утопающих, дело рук спамих утопающих. То есть обществу, получается, нужно разбираться самому по существу. Как это делать, это другой вопрос. Это другой вопрос другого семинара и другой лекции. Спасибо большое. Ну, я думаю, что вообще очень спасибо. Спасибо. У нас в истории давно не было такого доклада многостароста, потому что мы очень ограничены нашей экономики, дальше ничего не видим. Вы нам приоткрыли окна в другие сферы, тоже наука. И вот вы знаете, для меня было где-то открытие, я надеялась, что хотя бы в естественной науке у нас имеет место настоящая наука. то, что в экономике у нас творится давно, начиная с 50-х годов, шел демонтаж всякой терапии. экономической науки и дальше именно с капиталом Макс, мы читали дальше, и, собственно, мы пожинаем результаты именно нашей так называемой экономической науки, но я даже не предполагала, что в естественной науке почти не так полно все. То есть, понимаете, насколько пойти, это отдельно, это отдельно нужно час, чтобы я только излагал, просто вот на экране показывать характер человеческой мерзости, гнусности, доноса в стиле вот, значит, вот, аспирант, аспирант пишет под диктовку известной группы, он пишет в комиссии по лженауке и говорит, я простой российский аспирант, я возмещен, что вот такая вот Корнилова, что вот такой-то вот Кащеев там, значит, ворусатыми, они занимаются антинародной, тратят народные средства на вот это тупиковое направление, я прошу вас, дорогой академик, помочь уволить из государственных институтов вот раз, два, три, четыре, у меня на руках есть это письмо в комиссию лженауки, есть доносы под угрозой увольнения заставляют писать доносы, признаваясь в том, что якобы человек, соавтор работы, человека ломают, это здесь у вас в МГУ происходит, это не то, что где-то человека ломают, заставляют писать донос и говорят, значит, ты, значит, пишешь, значит, только а бедная бедная соавторша, она дрожит и она вынуждена писать донос на самого себя, потому что работа выполнялась по закону Министерства обороны, значит, она получается навредитель, она дезинформировала Министерство обороны, а она пытается, то есть, понимаете, вот до такого, то есть, приходит высокопоставленный руководитель из Министерства и пишет, дорогой заведующий кафедрой, дорогой декан, подпиши отрицательный отзыв, подписывает, не глядя. Это все происходит сегодня, то есть, это мерзость, идет такая война, то есть, там, это отдельный разговор, то есть, аморальной деградации и того, что творится в науке, то есть, это ничем не лучше, чем в бизнесе. Я думаю, знаете, что в Синии виноват все равно это экономическая система, в которой мы живем, она, в основном, что провел работу нашей геологической наукой, и мы все равно внедрим, что по уровню нас в страны, и у нас появится опять настоящая вот, вот наш метод, вот наш метод дознания, слово и дело государева, понимаете, вот тогда мы узнаем истину, кто говорит правду, а кто вы ее, понимаете. Самое главное сегодня сработка почему я с этого начал, что главными технологиями являются не физические, а вот технологии, которые позволяют снять барьер внедрения и катастрофические экономические и социальные последствия внедрения этих прорывных технологий. Вот вы рассказывали про Анатольевскую металлю, которую создал, а что ему мешает сейчас этим выведением выйти на рынок? Ну он же может организовать свое... Он пожилой человек, он наивно хочет, чтобы этим занялось, чтобы это осталось в России, чтобы это были российские. А где вы видите двигатель, что у нас осталось российского? Там КамАЗ, УАЗ, что у нас вообще по-настоящему по собственности российской? патриотизм. Нет. Понимаете, для того, чтобы этот двигатель, а вот для того, чтобы этот двигатель довести, это порядка нужно 105, там огромная сумма, потому что для серийного производства, посмотрите, что такое доводка, это у вас опытный образец. Он же сделал опытный образец, пусть они доводят в частном порядке патриотизм. Пожалуйста, он ищет. Взялся Ураловагон, завод, что-то начали, сменился, написано директор, собственник, все обрубили. Я собираюсь с ним познакомиться. Спасибо. Спасибо.